Самодеятельные коллективы Дома культуры Прометеи в очередной раз подтверждают звание образцовый и народный. Это одна из форм поощрения непрофессиональных артистов. Главные критерии – стабильная работа на протяжении не менее трех лет, высокий художественный уровень творческого и исполнительского мастерства, победы в творческих конкурсах и фестивалях и, конечно же, работа на зрителя. В этом году отчетные концерты дадут восемь коллективов, а первым на сцене Дома культуры Прометеи выступил ансамбль казачьей песни «Вольница». О любви казачьей песни исполнителей и зрителей в нашем следующем сюжете. На казачьем подворье собирается народ. «Вольница» дает отчетный концерт. В числе зрителей не только преданные поклонники творчества этого самобытного коллектива, но и гости города Надыма. Всю жизнь хожу. Больше 20 лет, да. И ни одного не пропускаю, ни одного концерта, ни одного. Не знаю, что у них есть, что у них нет, что хорошо, что плохо прихожу. И все у меня прямо, как будто я побыла там, где-то на Кубани, и с ними песни попела. Я приехала в гости, и как раз на, по-моему, на Рождество, на рождественские концерты они один раз выступали. Мне очень понравилось. Я очень люблю наши кубанские песни. Сама когда-то участвовала в хоре. Поэтому я пришла с хорошим настроением. Для ансамбля «Казачьи песни» каждый концерт по-своему дорог, но этот особенно. В преддверии своего 25-летия коллектив в очередной раз защищает звание народного. Вольница его удостаивается на протяжении 15 лет. Это свидетельствует о высоком уровне творческого мастерства и ко многому обязывает. Во-первых, подтверждение звания происходит раз в три года. Должен быть новый репертуар на 90%. Коллектив должен принимать участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. Руководитель коллектива должен повышать свою квалификацию. То есть здесь много-много-много критериев. Ну и, конечно же, концертная программа, которая должна быть не менее 55 минут и исполнена на высоком профессиональном уровне. За свою многолетнюю историю «Казачья вольница» сменила несколько руководителей. Последние четыре года ансамбль возглавляет Владимир Топчу. За короткий срок коллектив стал для него второй семьей. А творчество занимает не только рабочее, но и все свободное время. Приходишь домой и продолжаешь дальше подбор репертуара, аранжировки и так далее, фонограммы. И помогает мне в этом старейшина, вторая половина помогает. И, естественно, концертмейстер Галинзианов Илья Сараизович. Вольницу действительно можно назвать семейным коллективом. Здесь поют с семьями. Так практически с первых дней в ансамбле вместе со своей сестрой Галиной Кузиной Константин Улиндеев. Он не просто любит казачью культуру, но и всячески ее пропагандирует. Меня приняли в казаки. Я казак. Совершенно другой образ жизни, между прочим. Может быть, в 25 лет я бы этого еще и не так осознавал, как сейчас. Сейчас все традиции стараюсь казачьи выполнять, участвовать во всех делах казачества. В составе коллектива сегодня около 25 человек. Это уже не просто ансамбль, а скорее хор со стройным пятиголосием. Мужская группа вольницы два года подряд признаются лучшей на Ямале. А недавно и женская половина пополнилась звонкими голосами. Коллектив вообще просто замечательный. Приняли нас как новый состав. Вообще прекрасно. Мы со всеми очень хорошо подружились. А что поводило прийти? Пение, музыка. Мы могли в любой другой коллектив? Энергии. Да, энергия вот эта вот, она все-таки привлекает. Казачья. Здесь какой-то дух прям такой. Подрастает в ансамбле и юное поколение. Премьерное выступление ансамбля казачата имело успех. Настоящим украшением отчетной программы стали театральные и танцевальные номера. Все для того, чтобы праздник на казачьем подворье прошел на ура. Светлана Ложникова, Сергей Черков. Телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Телевидение общества «Газпром. Добыча на дым». Продолжение следует...